Для меня как для исполнителя, потому что в силу своей присяжной деятельности, я все время зажат в рамки, есть ТЗ, есть брифы, есть задача, есть видение клиента и так далее. Наш сотрудничество с чайки-шопом построено как раз на том самом принципе, что меня не ограничивают. Либо они берут то, что я даю, либо они, если мне не нравятся, не берут. Скучные задачи только за деньги. Было многократно, когда нужно было просто растиражировать там какую-то там, сделать полипресс, растиражировать какие-то говрышки, можно было сделать различных материалов. В итоге, я много раз, было там, сейчас скажу, раз в пять, наверное, когда я пытался сделать это бесплатно, просто, ну, друзья, почему бы ей не помочь. В итоге, превращался в долгастрой, который тянулся, тянулся и тянулся, и в итоге стройки срывались. Опять же, было очень неловко и неудобно, поэтому для себя я сделал вывод, что текущная работа только за деньги. Хотите благотворительность, не вопрос, сколько угодно, вон, каста. Вот. Бесплатные проекты тоже нужно управлять. Это для меня, на самом деле, было, ну, это очевидная вещь, но для меня это было открытием, что любой проект, это все равно проект. Так или иначе, нужно его нажрить, нужно соблюдать сроки, нужно прописывать какие-то процедуры, процессы. И вот в этом конкретном аспекте наших отношений это была, в первую очередь, проблема с моей стороны. Потому что для меня это был поставщик в принципе, это вот свободное время, и в итоге получалось не всегда хорошо. И, собственно, теперича, научным опытом, я отношусь к этому более серьезно, и, собственно, у нас уже выстроены определенные процедуры взаимоотношений. Так скажем, бюрократически оформленные. Ну, и, собственно, пожелание к непосредственно благотворительному визуальцу принимать вклады только от перводушных людей. Что я тут хотел сказать? То, что, так или иначе, исполнителю, который для вас что-то делает, должно быть это интересно. А этот интерес может раздаться по многим причинам. Может быть интересная задача, может быть хороший игнорар, может быть все что угодно, но ему должно быть интересно. В том случае, когда ему не интересно, но он все равно берется, результат будет очень плачевный и не устроит никого из всех сторон участников. Собственно, все, что я вам хотел сказать, на самом деле, если у кого есть какие-то вопросы, может быть, пожалуйста, да? Да, коллеги, у нас на вопросы еще минут пять есть, поэтому... Да, я был кратик, старался как мог, но, как я повторюсь, у меня вот все, что я вам сказал, я вам хотел делать. Вопросы? Вопросы у меня? Спасибо большое, ребята! Спасибо. Спасибо. Следующая у нас будет презентация Арины Рукасуевой из агентства «Дочери». Здравствуйте! Ну, собственно, я Лиза, я креативный директор Агентства Дочери, у меня из Петеркута, приехали по работе и так, в гости, себя показать. Ну, в двух словах о том, чем мы занимаемся. Мы агентом, который занимается изуальными решениями в области потребительского и корпоративного брендинга. Чуть-чуть совсем буквально наших работ, чтобы вы понимали, что мы делаем, на чем мы специализируемся. Мы, на самом деле, делаем очень много иллюстративных работ, то есть это как бы наша основная фишка. Мы такое достаточно хорошее агентство, не очень большое, но крепкое, в общем-то, рейтинговое, и там постоянно во всяких фестивалях побеждаем. В общем-то, нормальные ребята. Я решила с конца начать. Все рассказывают в конце, почему агентство и дизайнеры работают с НКО. Я решила, ну, как бы вначале, как бы сказать. Мне кажется, что это важно, и мы когда начали думать, почему, в принципе, работают с НКО, мы вывели такие основные пункты. Первое. Мы хорошие люди, нам нравится помогать другим людям. Это очень маловероятно, если речь идет об агентствах, потому что там, как правило, все эти решения принимают топ-менеджеры и руководители. Ну, как бы, они, конечно, заточены на зарабатывание денег, в первую очередь. Второе. Мы социально ответственные бизнесы. Это наш вклад в развитие гражданского общества. Да, скорее всего, может быть, действительно, может стать нормальным мотивациям. Мы тщеславные некоммерческие проекты могут принести нам победу в фестивалях. Да, я это говорю абсолютно точно, потому что очень многие работы, которые делаются для некоммерческих организаций, в таком выставляют в фестивале. Ну, а всем знаю, что если ты коммерческое агентство, то, как правило, ты не можешь сильно самовыражаться за счет своих клиентов. В общем-то, это может стать какой-то интересный проект, вырасти из какого-то механизма, пожалуйста. Ну, например, нам, может быть, не хватает самореализации, мы хотим больше творчества. Тоже вариант. Нам нравится какая-то конкретная тема, например, мы любители собак. И, в общем, мы вот так любим собак, что помогаем какому-нибудь фонду, значит, рисуем там для них какие-то плакатики. В общем, хотим помогать, но кроме дизайна больше ничего делать не хотим и не умеем. Еще мы жадные и, в общем, не готовы жертвовать, а готовы как бы чуть-чуть помочь своим трудом. Ну и шестое. Дизайн вообще не принято считать работой, которая помогает людям. Но в случае работы с НУКО мы можем подействовать на людей и менять на почту. Это вот такие как бы стереотипы, почему работают агентства и дизайнеры с НУКО. Почему конкретно мы работаем с НУКО и в каких случаях мы берем корректор? Я честно скажу, я уже говорила об этом, где-то раз в месяц нам приходит запрос от какой-нибудь некоммерческой организации с просьбой что-нибудь поделать. Ну вот в 90% случаев мы отказываем, потому что... А? Не стоит. Нет, ну вообще даже за деньги если. Ну во-первых, как бы ценник у нас достаточно высокий, поэтому как бы работать за маленькие деньги мы не можем, а за большие они не могут, поэтому мы отказываем. Но тем не менее есть ряд проектов, которые мы делаем, и мы поняли, что мы их делаем, если самое главное, нам должны реально понравиться люди, которые этим занимаются, и они нас должны как бы заинтересовать, заразить. Второе, мы берем только сложные темы и никогда не делаем каких-то маленьких проектов, там интересно решать комплексные задачи. Ну и нас должна вдохновить история сама. Нам кажется, это очень важно, что мы должны как бы заразиться всей этой вот концепцией, должны в общем захотеть это поделать. Я постараюсь, если у меня будет время, показать два небольших кейса. Первый кейс полтора года назад мы сделали фирменный стиль для организации «Солдатские мать» из Санкт-Петербурга. Я не знаю, наверное, вы слышали об этой организации. Организация достаточно серьезная. Полтора года назад, когда мы начали работать на этой фирменном стиле, у них были действительно большие проблемы и с Васей, и в общем это было достаточно сложно все. Но мне позвонила моя подруга, которая живет во Франции, это моя лучшая коллега, и в общем-то она попросила меня помочь. Мы созвонились с представителями этой организации, и буквально через несколько дней к нам приехали полный вообще составов, все солдатские матери, включая Эллу Михайловну Балякову, которая оказалась просто нереальная женщина, просто человек, вот масштаб личности которой невозможно вообще передать там словами. То есть она какая-то просто, я не знаю, она очень классная. И мы сидели, наверное, два с половиной часа, они приехали с какими-то тортиками, с какими-то печенюшками. В общем, рабочий день на этом закончился. Мы сидели, слушали какие-то жуткие истории о том, как они сами ездят, спасают этих мальчиков, в общем, как они там. И там работают действительно очень грамотные люди. Большая часть из них юристы. Очень идейные, ну, здоровские. Вот, ну, как бы, это, в принципе, картинка, которая показывает все, что мы сделали для них. Мы сделали очень большой комплекс всего, начиная там от логотипа, заканчивая все-все-все-все-все-все идентики. С кучей направлений, я сейчас немножко расскажу об этом подробнее дальше. Но все началось с того, что они пришли к нам и сказали, вот у нас вот такой логотип. Вот это вот похоронное пюро, солдатские матери Санкт-Петербурга. И, в общем-то, ну, вот понимаете, он очень старый, его нарисовала нам какая-то художница 15 лет назад, она, по-моему, там сейчас умерла от рака, это жуткая история. В общем-то, конечно, в этом во всем не было ничего современного, было какое-то отчаяние и депрессия, печаль. Свеча, крест. Но было очень много каких-то смысловых паттернов, которые они там, вот, ну, только им известных, которые вот они очень ценили и так далее. Я не могу сказать, что логотип, который мы сделали, очень творческий, фестивальный еще какой-то. Объясню почему. У нас была очень сложная задача. Во-первых, они очень хотели сохранить вот этот вот символ руки. Это рука матери, собственно, которая, как бы, оберегает, там, своего сына от всякого беспредела, которое творится в российской армии. Во-вторых, они хотели, чтобы сохранилась какая-то религиозная тематика. Но мы сразу избавились от креста, потому что вообще как-то совсем, в общем-то, как бы, да. И, ну, и вообще это похоже на, ну, какая-то смерть, тщание в этом есть, в общем, ничего хорошего. Но мы придумали, что руки, они, они как бы, ну, руки матери, это в первую очередь что? Это дом, естественно, да. То есть руки матери, они вот, как бы, в форме дома защищают ребенка. Ну, и плюс, поскольку это, естественно, Санкт-Петербург, только мертвый-ленивый еще не сделал мосты, мы, собственно, не исключили. Собственно, мы тоже сделали мосты. Сделали очень простое написание, в общем-то, что было самое главное. Когда они к нам пришли, они сказали, понимаете, вот фирменный стиль должен быть таким, чтобы он вообще не раздражал власть. Вот мы, с одной стороны, должны быть в слепом петьме для власти, а с другой стороны, мы должны быть достаточно современными, чтобы евро-бюрократы, когда мы приезжаем просить денег, они, как бы, нам их давали. А поскольку они тоже живут на гранты, как и в Сема, ну, в Сема, как и в Сема, мы не живем на гранты, это жили еще. Ну, собственно, по поводу религиозной темы я уже начала говорить. Значит, логотипы – это заботы для руки матери, дом и сохранение семьи. И мы придумали, что мы все-таки оставим этих ангелов несчастных, но мы их введем как в качестве дополнительных каких-то визуальных идентификаторов, они где-то там у нас появятся на каких-то носителях. У нас очень много ангелов в Путербурге. Вы, наверное, знаете их. Таких прохитектурных. Значит, вот этот ужас – это все направление деятельности компании. То есть логотип, он должен еще как-то адаптироваться на все-все-все их виды деятельности. А там куча всего. От судебной защиты до там взаимодействия с органами власти, консультирования призывников и так далее и тому подобное. Есть еще очень один важный элемент, который мы ввели, чтобы это все как-то объединить – это прямая речь. То есть, как бы, чем занимается организация? Они, ну, естественно, они оказывают юридическую поддержку. И это, в первую очередь, консультирование юридическое. И вот мы придумали, как бы, такую историю. Прямая речь, с одной стороны, это как прямая речь, а с другой стороны – это иточие, которое символизирует некое молчание, да, бездействие. И вот эта история, она как бы связывает все направления деятельности, все вот эти наши иконки, пиктограммы, которые мы сделали. И, в общем-то, их объединять. А, что еще важно? Они хотели, чтобы это была очень локальная по цвету концепция, потому что денег не запечать. В общем-то, нет возможности роскошной что-то печатать там, как бы, шикографией. Нужно, чтобы все печаталось цифрами в один цвет. И, в общем, тут тоже, как бы, такой достаточно должен был быть выбор цветов. Для каждого направления мы закрепили цвет. Ну, соответственно, у нас... Да, вот здесь есть. Ну, в общем, а, да, он еще и, как бы, этот динамический логотип. То есть, эта рука, она там, ну, как бы, появляется иконка, и она отвечает за определенные направления. Соответственно, вот тут у нас там сколько? Раз, два, три. Шесть направлений. Ну, как видите, разные, разные иконки. У нас появилась такая-то красивая нитка, не раздражающая власть. Вот, собственно. Сейчас они, а, да, мы с ним делаем большое руководство. Это, кстати, слово о том, что всем очень не нравится, когда потом дизайнеры берут какие-то фрилансеры и, в общем, что попало, делают. Вот так это же очень просто решается. Ты просто берешь и делаешь гайд руководства, в котором прописываешь, как работать с своим фирменным стилем. Потому что мы, допустим, понимаем, что каждый раз делать листовку мы не можем себе позволить. У нас нет просто времени. Поэтому мы раз написали руководство, потратили там на это, ну, не знаю, две недели. И все, ребята тебе все делают сами. Это их уже собственное творчество. Ну, вроде ничего, справляется. Вот там ангелов заперели. Мосты. Все там как-то, как-то это все функционирует. Сделали сайт более-менее. Я не могу сказать, что мы, конечно, в восторге от того, как они это все используют. С другой стороны, мы уже понимаем, что это некоммерческая организация. И то, что хорошо, что-то так. По поводу... По поводу... Значит, смотрите, был вопрос по поводу... По поводу хакатуна. Мол, хакатоны – это бессмысленная чухня, которая ничего вообще не решает. Значит, это не так. С одной стороны, почему хакатоны прикольные для дизайнеров? Я вот, например, всех своих дизайнеров отправляю к хакатону на хакатоны периодически. Потому что, во-первых, это помогает раскачивать мозг. Ну, правда. Вот Лена абсолютно правильно сказала. Иногда надо выйти за рамки, там, тут верстки, визитки, да-да, и там, не знаю, создание этикетки для водки. А мы, например, очень много делаем этикеток, в основном для алкоголя. И как-то поделать что-то для домашних животных. Ну, в общем-то, это как бы полезно. Во-вторых, я сама ездила в прошлом году куда мы ездили? В Варшаву. И мы реально сделали проект, который не победил. Потому что нас там все закрыли и сказали, «Господи, какой же мрак там!» И, в общем, это так все коммерчески, и, в общем, так все зло. Но, тем не менее, он реализован. И реально люди используют то, что мы и делали. Значит, что мы сделали? Мы сделали вот такую штуку. Значит, в Федерации правовой самообороны вот, знаете, есть такой еще тоже очень мрачный комитет против пыток. Это еще хуже сейчас. Там просто бунт. Его даже брать никто не хотел. Когда пришел мальчик из этого комитета, он такой хороший мальчик, очень грамотный юрист. Он говорит, вот, там, комитет против пыток, там все дизайнеры. Он был следва. Он сказал, вы комитет. Да, он еще еле-еле там, да. Там все просто... О, комитет. Ну, все хотят брать рапок у детей, зайчиков, там, собачек, этнические, эти лесбияры. Это прикольно. А вот комитет против пыток. Ну, как бы никто не хочет брать потому, что это сложно. Ну, как бы это страшно. А что делать там? А вдруг они ничего не сделают? А я сказала, я возьму тебя. Давай, попробуй. Короче, там такая история. Им нужны новые бойцы. Это мы потом придумали, что они бойцы. Они, короче, должны привлекать юристов молодых в свой комитет. И они придумали сделать такую школу для вот этих вот парней, там, выпускников старших курсов юридических вузов. И чтобы эти парни туда пришли, чтобы они там все обучили, а потом отправляли их в Чечню. Я вообще сам с ними потворили страшные вещи. Ну, понимаете, как бы сказать об этом вот как-то вот так вот, да, мы должны были... Вот мы придумали такую штуку, что это будет Федерация правовой самообороны. И сыграли в игру, что это, знаете, как бойцовский клуб. Только для юристов. Для тех, кто хочет... У меня еще... Аля, у них было уникальное предложение. Они давали такие знания, которые больше... Ну, после этого нигде не... Да, это нигде не рассказывали. И, в общем, ну, это такая, знаете, школа молодого бойца, там, не знаю, бойцовский клуб. В общем, мы придумали вот эту всю спортивную тему перенести полностью вот в эту концерт и сделать очень молодежную такую классную штуку, да, для того, чтобы у этих парней... Вот они, на самом деле, очень адреналиновые все. Они, может, там и сопли жуют, но, тем не менее, когда надо, они там все едут в Чечню, и, в общем, там, и там, в общем, и бьют, и страшные вещи с ними сделать. Ну, в общем, мы как бы решили, что они должны... Ну, они такие, как бы, бойцы, такие... Вы, игры, спортсмены, боксеры... В общем, вот такую мы придумали концепцию для этих мальчиков. Мы это, считай, все классно презентовали. Вы знаете, мы включили какой-то рэпчик такой очень злой. Андрей заговорил. Он очень классно все рассказал. Да, открыт курс на... набор на курс молодого борца. Мы придумали, короче, сделать граффити, трафареты по городу наезде, что, типа, там, приходи на курс молодого борца. То есть, ну, такая агрессивная достаточно история. Нас сравнили с у нас блогами. Крылбас все такое... Ну, да-да, бояречка. Печать. Но, тем не менее, на самом деле... А, ты все остальное поудаляла, да? Это вы все не сказали? Нет. А, сертификат мы придумали, что, короче, это как, типа, когда проходишь курс, тебе там сертификат дают, что ты член федерации, то есть такая ты залюзия еще со спортивной федерацией. В общем, ну, он должен чем-то постоянно поддерживаться. Стикеры, тачки, что ты как в федерации проводишь на этом оборудовании. Fight for your right. Короче, Fight for your right. Да, нам сказали, да вы что? Это же вообще, это не добрая история такая. Вы такие, как бы, агрессивные. А всем очень понравилось. Потому что, когда он приехал, короче, туда вот, подставил эту организацию, он там все показался и сказали, блин, это то, что надо. В общем, это к тому, что ищем новых бойцов. Как бы, график, телефон, что имеется в виду. Да, люди как-то начинают гуглить это все. В общем, как-то вот так. И помните, дальше, ребят, с вас. Спасибо. Абортирия, если есть вопрос, если есть. Абортирия, Лизонбрэйк. Да. Да. Это как раз пример того, как на хакатоне мы не выиграли. Я говорю, что там нам очень низкие оценки поставили. А те, кто выиграл, они ничего не сделали. Это вы выиграли? А, нет, это даже не вы выиграли. Мы выиграли, но девочки до сих пор ищут деньги. Это я к тому, что авторы проекта, насколько они мотивированы и заинтересованы в реализации. Ну, понятно. Твои вот эти вот ребята, которые в Чечню ездят, не видят... Потому что им денег не надо на реализацию этого проекта. Все, пожалуйста, я отправила им исходники. А, какая тут реализация? Что тут реализовано? Нет, дело все равно заинтересовываться, потому что проект, который победил, мой проект победил, наш проект, но вот эти, это же просто, видимо, однополым семьям ЛГБД-сообщества в Санкт-Петербурге не стою интересна реализация проекта, потому что у меня тоже были исходники. Все было готово, потому что запустилось. Ну, в общем, как-то так. Еще один вопрос об этом, Маринечка. Я хотела подмитировать. Я согласна полностью, что вопрос мотивации, потому что, например, когда вот с Макатоном, который вот с переводчиком что-то и сделал, То есть, реально у них как бы, понятно, что им нужно очень большое финансирование на техническую часть, мы это все понимаем, но как бы с помощью того, что ты разработала, можно там краудфайдинг запустить, да, то есть с помощью как раз двоих инструментов, которые ты предложила, есть их чуть-чуть доработок. Можно найти баблосы, но нет, мы будем сидеть на жопе и ждать, когда эти, когда деньги просто придут. Вот, а ребятам просто в неблаготу были, у них реальный драйв, и это очень крутой драйв. Думаю, спасибо. 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 Сюда приглашается Дарья Птицарева, группа «Мой». Наша коммуникационная группа, как я уже говорила, помогает по нескольким направлениям. Это интернет подшиптный у нас есть, в который мы давно ездим и придумываем для них образовательные программы и какую-то такую активность и движуху в жизни детей, в жизни. И у нас есть всеми нами любимый проект, это приборка «Рад», где она будет творительный фонд для староства радости. Я сначала расскажу о нас. Мы это три агентства «Эйн Боди Холм». Это креативное агентство, которое делает очень крутые проекты и в том числе участвовало в создании образов для староства радости. Мексологи это наша медика, это наши бойцы невидимого фронта, которые периодически выдают нереально креативные вещи, как мы, например, когда мы рекламщика сняли прекрасный ролик о том, что он сломан к себе недомой, потому что стоимость на размещение телевизионных роликов стала запредельной. И «Блэк Шуга» это, в общем-то, я и наша большая команда, которая занимается пиаром, диджитал, битейль и так далее. Тут мы встретились как раз с фондом «Староства радость». Это люди, которые безвозмездно занимаются помощью одиноким пожилым людям по всей России. Фонд образовался давно, случайно. Они просто в рамках изучения своих кооперативных работ приехали в гости в дом пожилого человека и увидели, что условия критические, люди там не проводят время, не живут, а просто коротают дни в ожидании того, что они закончатся. И вся эта история была очень даже не трогательной, а жуткой и в какой-то мере отталкивающей. Девочки остались неравнодушными и, несмотря на то, что это были студентки, они решили собираться какие-то волонтерскими рейдами, прибегали к помощи друзей и знакомых и начали вручную заниматься такой точечной помощью. Позже они стали большим благотворительным фондом и наша задача как раз собирать деньги. Потому что у всех бабушек и дедушек, которые живут в домах престарелых, есть весьма конкретные потребности, которые стоят определенных денег. И одна из самых главных потребностей это то, что пожилые люди, находясь в домах престарелых, нуждаются в людях, которые будут им помогать что-то делать. Там очень много инвалидов, которые не могут элементарно встать, сесть, спуститься вниз. Я знаю жуткую историю про то, что в одном из домов в Тульской области женщина не могла три года выйти на улицу, потому что у нее не было инвалидного кресла. А кресло стоит 14 тысяч людей, которые в итоге купил фонд. А персонала на двухэтажном было два человека. Соответственно, эти люди физически успевали только пройти по бабушке и дедушке, раздать лекарство и периодически придержать полу, чтобы те могли проживать еду, например. И, соответственно, одна из главных задач фонда это найти персонал, который будет работать за какую-то минимальную зарплату и определить его по всей России. Вот. Старос Варанус помогает одиноким старикам, а мы помогаем фонду, и для них создали такой креативный ресурс, который называется Клубок Добра. Это сайт. Я бы с удовольствием вам его сейчас показала, но, к сожалению, фонд не успел в этом месяце оплатить даже на имя, поэтому мы посмотрим с кренчат сайта. На сайте есть такой вот шарфик, и вот вы видите клубочки, каждый из клубочков имеет цену от 500 рублей до полутора тысяч. Мы можем зайти на этот сайт, выбрать любой клубочек, оплатить его, выбрать дизайн, да, и... я сейчас это не исправлюсь, и получается мы оплачиваем, и наш фрагмент пряжи появляется в общем таком шарфе. На данный момент наш шарфик достиг уже почти 15 метров, мы сайт запустили в прошлом ноябре, то есть он действует почти что вот, да, и за это время мы будем связывать 15 метров, которые в перспективе хотим перенести из онлайн в офлайн, и продумываем какие-то уже такие дополнительные активации. Что мы сделали для фонда? помимо вот этого сайта мы сделали несколько роликов, которые как бы затрагивают тему и самому фонду, и старости, но в то же время мы постарались убрать вот все уныние и весь мрак, который обычно ассоцируется с тем, что это пожилые люди, потому что когда мы говорим о тех же волонтерских поездках, о сборе средств, люди сразу говорят, нет, я не могу, я конечно с удовольствием помогу, но видеть вот этих одиноких людей, которые там в подгузниках три дня сидят и не могут никак не себе помочь, ничего я не могу, у меня сердце не выдержит, я очень-очень сердовольный человек, мне это будет тяжело, поэтому мы абсолютно отошли от темы такого негатива и сделали красивые шарфики, сняли ролики, которые называются фрагменты жизни, если здесь есть выход не такой, но в общем-то можно их потом найти, где молодые актрисы поделились своими воспоминаниями о том, как они жили в 41-м году, в 27-м и так далее, то есть история бабушкина в облике такой красивой молодой актрисы, и в общем-то аудитория отизвалась положительно, потому что такую историю они оказались готовы услышать, и в частности мы затронули такую современную достаточно тему как флешмобы, и в этом году 1 октября мы провели флешмоб «Я лезь в бабушку, я лезь в дедушку». Мы включили к этому артистов, селебрити, в частности Равшана Куркова, Нона, Гришаева, Лера, Кудрякцева, какие-то блогеры, они у нас поддержали и выложили в своих аккаунтах, в социальных сетях историю о том, в чем они похожи на бабушку, или просто рассказали что-то о фонде, а закончили этот пост как раз словами о том, что, к сожалению, есть ничейные бабушки и дедушки, которым нужна помощь, и которым можно помочь, банально отправив смс на ножек в тюрьму. Если хотите, тоже можете отправить. Или зайти на наш сайт. Почему мы это делали, почему мы будем заниматься добрыми историями, тут я приведу слова нашему представящему президенту компании Екатерине Селябиной, которая говорит о том, что мы верим в то, что реклама, которую мы создаем, как коммерческая, так и социальная, должна быть полезной. Это наша активная корпоративная позиция. Деньги заработать проще, чем сделать хорошую работу и гордиться людей. Ну, в общем-то, у нас компания единомышленников. Мы действительно живем в офисе не как в обоих, а в какой-то степени как на праздник. У нас есть, конечно же, и корпоративные клиенты, и коммерческие, с которыми мы в более узких рамках, но никто не отменяет полет фантазии. У нас много внутренних корпоративных предприятий, которые подталкивают нас к поиску чего-то нового, в том числе к сотрудничеству с МКО. И очень здорово, что у нас есть такой прекрасный фонд, мы на него не жалуемся, они готовы слушать, мы, наверное, услышали все проблемы сегодняшнего дня, помнили, что у нас чудесный фонд, в который горят свои идеи, и, наверное, это одна из тех, почему мы хотим с ними работать и помогать им дальше. А вот рекламной кампании вы сказали, классная идея, по факту,